Десна ТВ Возможностью насладиться солнцем и воды в нескольких шагах от дома могут похвастаться многие жители курортных городов. И Десногорска. Одна из уникальных особенностей Атомграда – свой собственный пляж. Дело за малым, чтобы он был современным и безопасным, там требовалось провести масштабную реконструкцию. Сюжет об этом был вам интересен и поэтому занял 14 место в нашем хит-параде. Городской пляж – излюбленное место отдыха жителей и гостей Десногорска. Но качество культурного объекта уже давно оставляет желать лучшего. Отдыхающих встречает разбитый асфальт, старые раздевалки и неухоженная территория. Но совсем скоро городской пляж будет не узнать. «Нами проведена конкурсная процедура по выбору подрядчика. К работам приступят 30 июля. Окончание работ – 30 сентября. Городской пляж в этот период будет закрыт». Отсутствие доступа к городскому месту отдыха – вынужденная мера, так как предстоящие работы охватят всю территорию объекта. План мероприятий известен и утвержден. «Будет выполнено благоустройство городского пляжа, уличное освещение, видеонаблюдение, установка детского игрового оборудования, теннисные столы». И, конечно, новые волейбольные площадки. Установка конструкций и сама реконструкция территории пляжа не вызывает опасений и у непосредственного производителя ремонтных работ. «Нам поставлено два месяца. Это, в принципе, я бы не сказал, что это очень маленькие сроки. Но достаточные для того, чтобы сделать всю необходимую работу по той простой причине, что здесь, в принципе, будет работать в основном одна техника. И много людей сюда не задействовано». Работы обещают закончить к 30 сентября. И тогда на еще одно комфортное, светлое и современное место отдыха в Десногорске станет больше. Многие из нас в Новый год дают себе разные обещания. Наверняка одно из них – это заняться спортом. Лично я бы рекомендовал дзюдо. Во-первых, это спорт для сильных, духом, смелых и неунывающих. А во-вторых, это просто популярно. Сюжет про 24-й юношеский турнир по дзюдо, который прошел в апреле в Десногорске, расположился на 13-м месте. Детская юношеская спортивная школа в Десногорске стала ареной 24-му турниру по дзюдо. Особый вид спорта, который воспитывает силу воли и формирует моральный дух, продолжает привлекать своих новых поклонников. Достойный уровень борьбы готовились показать молодые люди 2006-2010 годов рождения. Приветствовали бойцов почетные гости соревнований. Нам хочется пожелать вам всем хорошего настроения, удачи и пусть победит сильнейший. Среди гостей были также именитые спортсмены, призеры чемпионатов мира, мастера спорта и победители Олимпийских игр. Наставники сказали приветственное слово участникам соревнований и пожелали видеть честную борьбу. 16 весовых категорий были представлены ребятами из Республики Беларусь, Московской и Смоленской областей, в том числе и из Десногорска. Несмотря на грозность этого вида спорта, среди участников присутствовали две девочки, стремление к победе которых может быть примером для многих мальчишек. Из 120 участников призовые места заняли 64 спортсмена. Достойный результат у участников из Десногорска – 7 призовых мест. Зюдо – это вид спорта, который делает человека сильным и уверенным в себе. И, как правило, этот успех проявляется во всем – в учебе, работе, семье и обществе. Это самый лучший вид спорта для детей. Что такое борец? Гимнаст, футболист, хоккеист, лыжник – это все. Ну, то есть, это полностью развитие ребенка вообще в глобальном смысле. Слезы поражения сменялись радостью победы. Но главная схватка этих молодых спортсменов еще впереди. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Любовь к своему городу – это не просто слова. Как и с любым объектом обожания, тут потребуется внимание и трепетное отношение. Ну или хотя бы соблюдение норм благоустройства территории. Все ли готовы перейти от слов к делу, проверяла административная комиссия города. И об этом наш сюжет на 12 месте. Без больших торговых площадей сейчас не обходится, пожалуй, ни один населенный пункт. А в Десногорске продуктовые магазины представлены несколькими крупными торговыми сетями. Ритейлеры гармонично вписались в городской микроклимат, что делает жизнь в городе еще более комфортной. Но соблюдать принятые правила благоустройства территории готовы, к сожалению, не все. Ну, вот такого, соответственно, безобразия будет не важно. Потому что это мусор, трава, песок. Это в центре города, в городе, в городе, в городе, в городе. 27 июня глава Десногорска Андрей Шубин совместно с председателем административной комиссии Владимиром Исаевым и заместителем председателя общественного совета города Алексеем Тюриным, а также членами административной комиссии провели инспекцию первых торговых предприятий города. Инспекция или рейт чистоты в будущем станет регулярным мероприятием по проверке выполнения требований безопасности, чистоты и порядка. Они будут представлять собой реальную помощь муниципалитету по осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства. И нередко предприниматели забывают о том, что нахождение на территории города – это не только прибыль, но еще и ответственность, которую нужно выполнять. Пока просто производим замеры на соответствие высоты травы после правил благоустройства, требований к содержанию участка. Инспекцию провели без предварительного оповещения, чтобы объективно оценить будничное рабочее состояние торговых площадей. Готовы к этому были далеко не все. Разбитые двери, мусор, заросший травой участок у торгового объекта – такая неприятная картина встретилась почти у всех крупных торговых магазинов. Штрафы на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Немалая цена за пренебрежение правилами благоустройства. Штраф полагается злостным нарушителям, то есть тем, кто не устраняет нарушения даже после проверки. Сегодня же инспекция носит профилактический, а не карательный характер. Но в следующий раз предупреждений не будет. Мы подготовили вам памятку, чтобы вы ее получили, еще раз ознакомились. Вручить надо памятку об ответственности и об условиях выполнения правил благоустройства. Практика показывает, что управляющие торговых площадей не всегда помнят об ответственности не только за качество продаваемого товара, но и за соблюдение правил благоустройства. Информация очень полезна и важна для нас. И мы в будущем будем стараться соблюдать все правила и соблюдать территорию магазинов в надлежащем виде. Цель сегодняшнего рейда – оценить, как владельцы предприятий торговли на практике выполняют, знают. А если не знают, еще раз им напомнить требования правил. Ну и, конечно же, выдать памятки. Удалось ли убедить торговые объекты в необходимости соблюдения правил? Покажет время. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Постепенно мы приближаемся к десятке лучших в нашем рейтинге 20-ка самых-самых новостей на Десна ТВ за прошлый год. Сюжеты, которые не оставили равнодушными ни нас, ни вас, продолжим смотреть завтра. В студии работал Олег Соловьев. С Новым годом и до скорой встречи! С Новым годом и до скорой встречи!